У нас сменяемость, как вы уже знаете, вы у нас не первый раз, Александр, знаете, у нас сменяемость кошек. В проекте мы кошек пристраиваем зрителям. Это Вера. Вера или Лера? Вера. Странное имя, кстати, для кошки Вера. Вера. Да, вот это Вера. Она вся трепещет. Она вся трепещет. Видимо, узнала. Конечно. Узнала, да. Видимо, смотрит молодежку. Мы найдем хозяйку или хозяина, думаю, надеюсь на это. Я уже не предлагаю. В театр обычно я предлагаю, но здесь уже мы с этим как бы... У нас есть. Я знаю. У нас есть. И собаки есть, и кошки есть. Расскажите мне все-таки, почему Задорнов? Это проект из какой-то личной дружбы, из... Как вообще вот эта идея возникла? Я просто расскажу про историю. Мы с Мишей знакомы уже давно. Как я и думаю, да. И он друг театра. Он буквально с самого начала, когда я пришел и возглавил театр, он уже смотрел и «Капучники» присутствовал, а тем более для ребят, когда на «Капучнике» присутствует Михаил Задорнов, для них это особое волнение. Потому что юморить в присутствии Михаила Николаевича... Ну как, и Миша абсолютно искренний человек, абсолютно открытый, очень любит юмор сам, и очень любит, когда другие юморят, и высоко оценивает юмор. Понятно, что ребята волновались, но он настолько тепло и радушно принимал все шутки, в том числе и в свой адрес. Он друг театра. И я для себя отметил, насколько он, помимо того, что он великолепный, потрясающий сатирик, у него огромная аудитория зрительская, его любят, его обожают. Но я для себя открыл его и автором рассказов потрясающих, лирические, очень такие искренние рассказы и о любви, и о жизни. И мне захотелось, на самом деле, я видел несколько постановок его рассказов в Риге, видел в Минске, и мне захотелось, чтобы в моем театре тоже был спектакль по рассказам Задорнова. В нашей стране? Более того, это такой эксперимент, связанный с тем, что я решил в своем театре дать возможность ребятам просто поэкспериментировать. Дело в том, что малая сцена на 200 мест, но это гораздо больше, чем в других театрах, это такая серьезная малая сцена, 200 мест. Для эксперимента, для того, чтобы ребята могли попробовать, не знаю, это экспериментальная режиссура, это экспериментальная, допустим, драматургия, для эксперимента. Мои ребята, актеры, сами по себе еще великолепные актеры, Женя Гоманов и Степа Куликов, поскольку они себя пробовали в капусте очень много раз, я пригляделся к ним. Они довольно симпатично делали капусту, всегда. А я очень, так сказать, хитро, как художник руководитель, очень хитро всегда обращал внимание на то, как они мастерски работают с капустным материалом. Они сами придумывают, пишут, потом это разыгрывают и режиссируют. Я приглядывался, приглядывался, а потом говорю, хорошо, я дам вам возможность поставить спектакль. Вот вам рассказы Задорнова, я вас познакомлю с автором. Не просто так, я вас познакомлю с автором, вы с ним встретитесь, и у вас будет возможность поставить спектакль по его рассказам. Я дам вам возможность сделать спектакль. А уж тут дальше посмотрим, насколько это получится. Я уверен, что получится, потому что настолько они увлечены этим процессом, они импровизаторы, они снимают кино. То есть это такая история, это связано еще и с практически... Вот Саша, поскольку они работают уже долго, он уже поговорит на то, что, вы знаете, Сергей Витальевич, мы уже снимаем практически полный метр. Значит, у меня будет уже практически в багажнике Московского губернического театра уже отдельное кино, снятое по рассказам Задорнова. Так что я также с удовольствием и с предвкушением хочу посмотреть премьеру. Понятно, что это будет сдача художественного руководителя нашему худсовету, но я уверен, что это будет интересно. А это самое главное, чтобы это было интересно, чтобы это было абсолютно импровизационно, чтобы это было с таким ощущением праздника в душе. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.